приветствую всех с вами холдэйма мы продолжаем проходить игру то небо не другая история и вот она долгожданное обновление и мы я решил так что чтобы мы зацепили все самое максимальное новое по пути которому мы шли я перепройду игру только мы будем перепроходить сами вместе текст мы будем пропускать максимум ну там вы сможете послушать озвучку персонажа так как она появилась и ну так будет приятнее то что мы уже видели и озвучивали я буду чаще чаще пропускать чтобы мы не застопорить вот достижение кстати говоря я решил проблему с достижениями нужно убрать определенную папа определенную определенный файл чтобы все достижения не открыты не были вам открыты вот там заходите в группу краски кровь сит fingers как раз таки они создали этот мод там все объяснено вот а перед тем как мы приступим было я думаю многие хотят также начать свою youtube карьеру и либо просто делиться творчеством сделать это себе как хобби но у вас есть у вас есть идеи и превьюшку прим идея для превьюшек тема для канала шапочка и логотипчик но нет прямых рук чтобы их сделать то вам прямая дорога на морэнд графикс на морэнд графикс группа очень хорошего человека дизайнера он сделал нам шапочку мне сделал шапочку также есть отзывы довольных клиентов среди которых есть ваш покорный слуга его примеры его работы сможете оценить и сейчас довольно приятные скидочки сейчас идут на его работы можно себе зацепить полезный пакет ютуба или превьюшку вот он постарается сделать работу максимально вам приятные обсудить все чтобы все было приятно не только вам ну и было приятно не только вам но и зрителям если вас заинтересовало хотите отправиться плавание по морям ютуба то переходите по ссылочке в описании копируйте ссылочку описание или идите в комментарии где там также будет ссылочка но мы возвращаемся к нашей любимой на волки такс ну вперед давайте новая игра до голова первая судьба такс товарищи я здесь я надеюсь музыка приятная более-менее достаточный звук был сильно она прям уменьшу вот сейчас давайте посмотрим так что-то интересное это как-то отличается от обычно от обычный от обычного начала не жди не вери не надейся все это было четко в один день все станут смерть все станут смерть все надежды и мечты растворяться в черном небе тьма спустилась сверху кости выбрались из чрева и лесу спорты и в леса спорты живет в нем зла кружит водоворот красиво звучит о а вот это и начало мои тяжелые веки открылись в лесу подожди открыть окно навигации так как а я понял теплая кровать что согревала меня каждую зиму ночью каждую зимнюю ночь сменилась снежным леденящим душу полотно мокрая от снега куртка прибавив весе давила вниз вопросов голове смешались в кашу шум напоминающий гром во время бесплощадной буре и пока это раз и пока эти раскаты непонимания грохотали внутри меня снаружи я оставался обессилен слабым беспомощным только потихоньку приход только потихоньку приходя в себя не кое-как удалось встать на ноги я не хочу сгинуть здесь нужно начну найти выход ледяной и жгучий ветер лет летел в мне в лицо а слезы на глазах превращались маленькие кристаллы льда что я сделал этому миру за что он смучает меня за что все эти страдания от усталости и холода я рухнул на колени надо попытаться встать надо надо попробовать я ощутил резкое тепло оно разлилось по всему телу так словно меня накрыло теплое морское теплой морской волной кажется что даже ноги и кисти рук стали оттаивать от льда как же хорошо это нехорошо дружище значит такая ты уже практически полностью обморозился я прилег поудобный жар утокненный сгусток скаль скальт скалился мои скальт оскопился в моей груди теперь можно и поспать тепло приятно покалывала мой живот однако вместо с ним пробуждалась и чувство голода я я страшно хочу есть я так голоден нужно идти дальше снежная пелена маячила перед глазами за гараж загораживая обзор да вот знакомая тропинка я уже почти дома почти в тепле ах живот скрутила в этот раз на колени меня повалил уже голод звериный невыносимый голод надо ах совсем немного осталось я почувствовал как что-то горячее забурлила в моем желудке она будто желала вырваться наружу и от этого мне становилось нехорошо в эту секунду я вдруг услышал шелест веток это был маленький белый зайка он удивленно смотрел нами забавно выглядывая из-под куста у него не бойся меня пушистик такой красивый такой крохотный и милый такой нежный сочный и вкусный странные мысли возникли в моей голове будто бы я хочу ну же иди ко мне зайчик накорми меня я догоню у тебя сучонок я сожру тебя до последней косточки злые черные мысли окатили мой разум пусть ей не произнес ни слова на страх леса его деревья куст его деревья кустов и сугробов чувствовался и отдавал холодом на и глаза засверкали слюни потекли изо рта еще бы чуть-чуть и я бы перешел на четвереньки чтобы укнаться за куда ты бежишь тварь но тут что-то резко схватила меня за ноги это были деревянные корни я споткнулся и полетел вниз нет я не упущу его боль в ногах нарастала однако холод пока спасал от нее корни скусь скрутили мои ноги еще сильнее я строк деревья пошатнулись нашу обитель экстра что это что значит а ладно а это галерея ладно были накрыл круто кстати подождите дайте я что-то сделаю как ты посмел осквернить нашу обитель ну простите я не хотел так давайте я лучше увеличу звук этот голос голос я увеличу чтобы он был погромче вот так примером надеюсь сильно вас не овить громкий и грозный голос испугал меня не дадим таким как приходить наш лес ты скинешь там где стоишь может не надо дружи я не хотел трогать сайтслах не успел я помниться как корни потащили меня вниз сквозь ледяную толщу беспомощно размахивая руками я чан нахватался за ветки на те как назло обламывались надо было открыть шутик переесть леса ставь сдавил мое тело корни впились в ребра от ветви насквозь пробили мне горло я не могу я не могу дышать растекшаяся кровь начинала согревать меня пробуждая в замерзшем теле раз пробуждаю замерзшем теле раздирающие чувство боли но я ничего не смогу сделать я даже не могу закричать я лишь без сучастно могу ощущать как лес медленно поглощает меня перемоламывая кости разрывая плоть превращая все что осталось в удобрение ради восхода новой жизни хозяин этого хочет хозяину это на милость хозяину это за милость смерть близко смерть холодна что же такое почему я постоянно жму на эту кнопку давайте лучше в проблемам буду работать лет голос алисы тут же голос были да это приятно антон антон вставай ну же даже мама антона мама левит так приятно это реально зайчик 20 я резко подскочил и чуть не ударился головой настольную лампу опять всю ночь домашнюю работу делал строгий но любящий взгляд мама превратил меня в возвратил меня в реальность сыпаться на каша ссылаться на кошмары сейчас было бы не лучшие сколько раз я тебе говорила сначала делом займись а потом уже бездельничай прости блин приятного не даже озвучивать ничего не надо но мы еще секунду с укором смотрела мне прямо в глаза однако ее строгий серьезный вид стал быстро исчезать орлины из испепеляющий взгляд пропал руки опустить она устала взглянула на стол с какой-то долей сожалению из какой-то с долей сожаления вздохнула ладно собирайся тебе пора в школу это уже опаздываешь и я как на зло проспала еще про таблетки не забудь и не вы словами она развернулась вышла иском я понимал что мамы без меня сейчас много проблем лучше раз так давайте мы это пропустим это выход из вот мы одеваемся идем опять-таки предупреждаем мы перепроходим это все мы уже видели спустив 6 спустив на дорогу спустив а ступив на дорогу ведущую до школы я вдруг вспомнил сегодняшний сон совсем не хотелось бы пережить те события наяву ступив на мост я смотрел всю красоту что окружает черная птица спокойно сидит совсем меня не боится наверняка смотреть на заснеженную природу с высоты пить и чего полета намного лучше чем здесь снизу их тех них это чисто ради ворона ну ладно перебрав перебирать надо кстати смотреть на картинку потому что могут быть какие-то скрытые подсказ и всякие штуки я знаю что есть специальное достижение где надо алису найти дважды ее можно дважды найти только интересно где перебирать перебившие мои мысли шум позади меня дала себе знать хруст снега кто это мог быть здесь почти никто не ходит алиса скорее всего они это очень это это точно шаг это точно шаги я уверен что алиса решила навестить меня после драки в лесу а а будет ли у них голос тоже или нет да круто даже их озвучили после 5 всех пригласили всех кто озвучивает парни они что-то забыли почему не в школе тоже проспали оба подруга ты главное друзей на подружек всяких не меняй ага как только я успел вспомнить о семён как язвит о семене как язвительная фраза сама вырвалась с языка как же бабури а что бабури нам уже надоело прикрывать его слишком много херни творил делать не знать ну и окончательно он черту перешел когда не на того пацана наехал зря он на тебя гнал так может бы и жив остался мы это по глупости смекнули что ты терпила тебе быть чё попроще на 5 а то шкалерой так и останешься до воплужина из всех шкалеров самый конченый здесь только ты ну так что братан рюкзак увижу в школу топаешь а вы почему не за тобой как раз и шли на помощь в одном дельце нужно не боись не криминал просто покажем тебе кое-что так давайте мы сохранимся здесь кстати давайте опять сохранку сделай ведь все сохранение у меня тоже удалились сохраняемся погнали откажемся мы отказываем собраться отказываемся мы отказываемся извините ребята но я вынужден отказаться не хочется прогуливать школу уж простите приятно так слушать голосу я буду окно это все хорошо я буду действовать медленно давать во время именно почитать текст пока что кстати говоря мы можем поболтать кстати я думаю сделаем выпуск по длине потому что я думаю сделаем как обычно 30 минут на этот выпуск будет по длиннее чем обычно может 35 даже минут чтобы быстро пройти все что что мы уже прошли чтобы просто быстрее перейти к интересным зря ты так решил мы же все это ради общего блага антоха мы в бригаде как команда вольтрона прям как команда или ты антошка не согласен с нами кратко подумай на прим подтакивали хватит блин между зубов уже одного зуба лишился от своего подтакивания или скорее всего от шутки хорошенькой без зубы ну скорее одну ну ладно согласен ну просто ну раз согласен то на хера время тянуть извините но мне правда школу надо и так опоздал слыхал 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 отпустим то таки как думаешь отпустим но за свой базар ему придется выучить урок но все а петр антонов подставляет рачельник слышал будет опять все испортил я тебе пидор какой-нибудь чтобы передо мной с рачельник подставлять что происходит вообще если бы не этот балбес все бы получилось ладно тохо забей разыграть тебя хотели как видишь неудачно еще как удачно скажу честно у вас получилось ну что ж пошли дальше а а вот и школа так давайте этого мужика так он свалил так давай осмотрим вообще все что тут вокруг есть а всякий есть подсветка подсветка есть что можно поглядеть жулька слава тебе господи есть подсветкой можно увидеть что можно уюю пошлить пошли раз я просто интересно что будет потому что а так давайте хотя не буду не давайте все-таки пробежим говорится ничего делать не можете можно где шлялся петров можно войти так давайте-то дальше пошли извините за опоздание я проспал следующий раз разговорами не отделаешься быстро садись и доставая учебники начнем урок петров раз опоздал будешь отвечать на вопросы да хорошо я прочитаю тебе эпиграф а ты назовешь произведение которому он принадлежит случается нередко нам и труд и мудрость видеть там где стоит только догадаться за дело просто взяться взяться мацплая богата это басня называется ларчик назови автора басни и в каком году она была написана басни написал крылов в 1807 году петерку ты заработал петров но за опоздание ставлю 4 есть возражение петров нет лилия павловна а и 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 а и и и Ну не знаю Вот чисто я сейчас просто решил Так скажем прислушаться Лучше прислушаться к голосу Каких-то прям Ну какой-то прям жестокий голос Не слышно, это не знаю Это не какой-нибудь там мультфильм или училки Вообще какие-то демоны Учителя Так, ну давайте Вперед Так, сейчас будет диалог с Полиной Вот так мы пробежим уже пол игры Мы уже пол игры пробежали Ну как пол игры Пол того, что мы прошли Скоро уже дальше будут крестики-нолики И уже собираем с ними Антон, постой! А вот и Полина Ооо Ну знаете, так давайте тогда уж Дальше уже буду я читать Ладно, с Полиной можно почитать Я был невероятно рад Увидеть ее Правда Первый ко мне подошла она Снова Как Полина вообще может помешать? Нет, все хорошо Я ничем не занят сейчас Просто ты выходил из класса Такой задумчивый и серьезный Ну я и подумала, что ты размышляешь О чем-то важном Да нет, нет Все нормально Я тут узнать хотела Это правда, что на тебя напали в лесу? Вопрос оказался крайне неожиданным Я думал, что об этом никто не знает Хотя Но что я надеялся Поселок маленький Слухи быстро распространяются Не желая особенно вдаваться в подробности Я отвел глаза в сторону И отмахнулся Да, но ничего такого Вот видишь Даже синяков нет Ох, Антош Надо было тебе идти со мной В эту секунду мне вдруг стало как-то неловко За то, что тот школьный день Я бросил Полину одну Полин, ты извини, что я тогда ушел Ничего не сказал Я просто вспомнила, что мама попросила Быстрее вернуться домой Ничего страшного Я не обижаюсь Полина поправила волосы И внимательно смирила меня взглядом Знаешь, Антон Мне так нравится Когда ты погружаешься в свои мысли Ты будто ходячая книга Не пойми, неправильно Ходячая книга? Это как? Ну, ты видишь мир не так, как все остальные И как это связано с книгой? По твоему взгляду видно, что ты даже в обычной парте Сможешь найти что-то особенное Вот дай тебе чистый белый листок Я просто уверена, что ты сможешь по этому листочку Написать огромное интересное сочинение Вот это ты пересказываешь Честно отвечать не очень хотелось Надо что-то придумать Я вчера ужастик смотрела Там спутница главного героя умерла Жалко ее было Пожалуйста, только не спрашивай название Только не спрашивай название Ты смотришь фильмы ужасов? По взгляде Полины появилась явная удивление Ну да, посматриваю иногда А что? Ура! Я нашла человека, которому тоже нравятся такие фильмы Я чуть не поперкнулся Полина любит ужастики? Многие боятся их смотреть На меня, если честно, они успокаивают Полину успокаивают страдания людей? А по тебе и не скажешь У каждого человека есть свои секретики Не ожидая такого от Полины Я сам не заметил, как сделал небольшой шаг назад Ты не секрет знаешь Рассказывай теперь свой Так, мое удивление медленно переросло в тревогу Я снял очки, делая вид, что потираю их, думая, чтобы ответить Некогда, некогда моя непоколебимая уверенность В приятности нашего общения сменилась непонятным чувством опасности В Полине не было ничего угрожающего А вот ее слова дали повод вспомнить ночной кошмар Все еще не издавая, не надевая очков, я взглянул на Полин Это лицо Не стесняйся Об этом никто не узнает И какие секреты у меня Не-не, давайте лучше Давайте Мы будем проходить, как говорится, по каноничному пути Я буду делать сохранение с каждым выбором, чтобы потом перепройти Ну так, сейчас мы идем по каноничному У меня есть одна подруга Полина внимательно посмотрела Она хорошая, но местами странная Ее зовут Алиса Точнее, так ее я назвал И почему же она странная? Ну, она одевается в костюм рыжей лисы Я даже лица ее не видела Полина насторожилась Поднижение Наоборот Я старался хорохориться На животное чувство, называемое страхом Все сильнее начала Начинала одолевать Овладевать мной Но советую тебе избегать этих Животных Но Алиса никогда не причиняла мне зла Она и не должна этого делать Ее цель завлечь Привести тебя в лес Ну тут ты права А как раз это со мной и случилось Ты о чем? Я расскажу тебе Но пообещай, что это останется между нами Конечно Ты можешь мне доверять Никто не узнает Я ушел тогда от тебя Не потому, что меня мама попросила Это была Алиса Мы встретились, как она выразилась У повешенного Так, и что дальше? Мы начали играть Было весело Мы бегали И кидались друг в друга снежками Насчитывая попадания Потом, незаметно для меня Мы свернули в лес Алиса пряталась за деревьями А я ее искал Но в один момент я нашел Не Алису Хулиганы Алиса словно ушла Подло сбежала Они окружили меня И начали избивать И прямо во время драки Я услышал голос леса Его холодный шепот пронизывал Заставлял сопротивляться Издевательствам бабулина Лес сказал мне Как его звали одноклассники Из прошлой школы Свинья Полина с грустным выражением лица Принялась слушать дальше Ярость и злость овладели мной Я морально надавил на Сему А потом со всей силой Ударил его по лицу А что остальные хулиганы Уже с интересом спросила Полина Не поверишь Они впрыглись за меня Но не все было так хорошо Бабурин успел вскочить И сорвать мои очки Однако Ромка с бяшкой осадили его И избили Лежачего Рома Это в его стиле Ты с ним знакома? Да Этот идиот клеится ко мне Как банный лист Рома клеится к Полине? Не хочу я дружить с хулиганами Запах табака вообще не переношу В словах Полины прозвучало явное отвращение Она недовольно мотнула головой Но затем снова продолжила говорить своим привычным голосом Ладно, Антош Скоро урок начнется Пора заходить в класс На следующей переменке да расскажешь, хорошо? Да, конечно Так, отлично Странная дружба Плюс достижения Полина улыбнулась Зашла в кабинет Кстати, давайте глянем экстра Так, достижения У нас какие достижения есть? Одно достижение есть Интересно еще, какие остальные? Надо будет поинтереснее, понаблюдать прям Может где-то что-то есть Чтобы найти Добыть достижения Ну ладно Я не знаю У меня все 10 дневка робит Потому что я знаю Черт возьми, одно достижение Я все равно, блин, запомнил Это достижение найти Алису Она где-то, где-то, блин, собака прячется И в каком-то углу За каким-то деревом Где-то она может прятаться Интересно, смогу ли я найти их всех? Не жале я смогу узнать ее получше Не зря я все-таки не пошел с робкой и бяжей Следующий урок обещал быть невероятно скучным Особенно по этой многоопережающей школьной программе Сев за парту, я достал учебник русского И принялся бесцельно листать страницы Что-либо записать интереса не было Все мысли были заняты Полиной И утренней стычкой А вот и конец урока Как только прозвенел звонок Я сразу же вышел из класса С нетерпением ожидая продолжения Разговора с Полиной Так, Петров, срочно придумай Тему для разговора Поздно Так, Петров, ты ничего не придумал Имя импровизируй Приветик Ой, этот урок был таким скучным Кстати, ты случайно не знаешь, где Рома и его прихвостень? Ты про Бяшу? Да Он мне никогда не нравился Крутится хвостиком и поддакивает постоянно А без Ромки ничего сам сделать не может Почему, Полине, интересно, где сейчас Ромка? Я и сам не знаю Холодно ответив, я опустил глаза А зачем они тебе? Просто хотела удостовериться, что сегодня их не увижу Хм Полина что-то не договаривает Антош, мне тут помощь нужна Недалеко, прям, в кабинете музыки В кабинете музыки? Я же не умею играть Какая помощь с моей стороны ей могла понадобиться? Так, ну я думаю, на этом мы закончим А то что-то серия сильно затянулась Выйдет, я думаю, пара серий вот таких вот Теперь я уже буду все читать Простите, что полуигры мы все-таки скипнули Вам придется почитать часть новеллы самим А дальше уже, вот, в следующей части мы продолжим читать Как ни в чем не бывало Ну, надеюсь, вам нравится Я вот, не знаю, мне хочется играть и играть Мне очень нравятся обновления именно И можно теперь просто слушать голоса И не озвучивать их И это куда приятнее Вам не надо мучиться от моего голоса Надеюсь, вам понравилось Ставьте лайки или дизлайки Пишите комментарии Предлагайте игры для прохождения Крикикуйте Буду рад с вами поболтать Это крайне поможет каналу И видеороликов в продвижении Сейчас ситуация довольно тяжелая Сейчас новостной видеоролик есть на канале Можете глянуть и узнать Даже если вы захотите, можете пробелькнуть Просто промотать его Просто на важный момент Заглянуть и все И не забывайте И заглядывайте в описании И в комментарии Там также будет комментарии С ссылкой на Рутуб Там все будет именно И на Мордан Моранд Графикс Группу сообщества ВК И на мой Рутуб канал Куда я переношу Свои видеоролики Чтобы, если уж меня блокнут То видеоролики все сохранились Ну что ж И не забывайте Жать на кнопочку подписаться На колокольчик Так, военных видео Узнаете Пополните нашу маленькую Но крепкую семью А то неприятно Что нас смотрят Только где-то 55% человек Смотрят только где-то 55% человек Даже 47% с подпиской Человек смотрит Вы так именно И вам этого ничего не стоит А меня это мотивирует И заряжает энергии Продолжать снимать И с вами я конечно же Не прощаюсь Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok